Как приготовить капучино в домашних условиях без использования кофемашины? Я расскажу о двух способах приготовления капучино. Первый способ подойдет для людей, которые любят натуральное кофе. Ну а второй для тех, кто пьет растворимое кофе. Нам понадобится инструмент для взбивания. Что это за инструмент? Да, ну конечно же миксер. Это самый популярный инструмент, многие им пользуются. Да, не такой строительный миксер, о котором подумали некоторые подписчики моего канала. Строители. Не, ну конечно если вы хотите приготовить кофе для бригады, ведро кофе. Ну в таком случае подойдет и этот. Ну а для обычной чашки кофе, или двух, понадобится обычный кухонный миксер. В начале я поставлю вариться кофе. Пока кофе варится, я взбью молоко. Но чтобы пенка быстро не осела, лучше всего начинать взбивать молоко после того, как сварили кофе. Пока кофейная гусь оседает, за это время можно взбить молоко. Так как оно холодное, вариант есть такой, или подогреть его, или добавить кипяточка. Потому что холодное молоко, оно не будет взбиваться. Я добавлю чуть-чуть кипяточка. Так как оно холодное молоко, оно не будет взбиваться. Вот такая красивая пенка получилась. Хотя я немного взбивал, да, совсем очень мало по времени. Но и молока немного добавил. Если добавить молока побольше и подольше подзбивать, то будет еще больше пенка. Смотрите. 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 На крайнем случае, если уже нет обычного молока, можно вот взбить сухое. Теперь расскажу про второй способ взбивания не молока, а обычного растворимого кофе. Сублимированного. Три в одном, да кто-то любит пить. В этом случае будем взбивать именно растворимое кофе. Сразу надо добавить все, что вы любите. Например, сахар. Да, кто-то сахар, если любит кофе. Или, например, сухое молоко. Или натуральное молоко. То есть все надо добавить. Потому что если мы добавим это после, то пенка будет тоже очень маленькая. Слабенькая получится пенка. Поэтому сразу добавляйте все, что вы любите. И чуть-чуть, буквально кипяточку. Теперь понадобится капучинатор. То есть специальное устройство. То есть у меня сделанный из обычного провода СИП. Ну я электрик, да, поэтому сделал из провода СИП. Вот так он выглядит примерно. У меня как бы многоразовый. Можно сделать из обычной соломинки. Да, он будет, конечно, такой капучинатор одноразовый. Быстро будет ломаться из соломинки. Но, тем не менее, можно. Или из чего-то другого. Вы можете сами подумать, из чего можно сделать. Вот смысл вот в чем. Я вручную буду это делать. Но на самом деле можно, конечно, облегчить труд. Сюда вставить это, например, тот же шуруповерт. Или дрель. Да, и крутить. Я вручную буду делать. Вручную крутить. В данном случае мы сейчас взбиваем само растворимое кофе. Вон, видно, пеночка появляется. Конечно, если механическим способом, это, конечно, будет быстрее. Пеночка будет побольше. Но, тем не менее, пенка будет. Хоть не такая мощная, но будет. Это подойдет в том случае, когда нет возможности взбить механическим способом. Где-то минутку, примерно две. Надо вот так вот покрутить. Я даже знаю, что некоторые, представьте, взбивают обычной ложкой. Просто обычной чайной ложкой взбивают. И тоже ничего получается, пенка. Так. Вот. Получилась такая вот пеночка. Вот. Сейчас налил кипиточку. Ну, вот такой вот капучино из растворимого кофе. Вот я вам показал два варианта приготовления капучино. Вы можете сами выбрать, какой вам больше нравится. Можете, да, угостить друзей. Видно, что данный способ вообще очень простой. И тот, и этот способ на самом деле очень простые. Можно в домашних условиях приготовить капучино. Да, и порадоваться жизни. Поэтому спасибо за внимание. И до скорой встречи. Спасибо.